Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим маленький экзамен по библейской школе. И тема у нас сейчас будет «Десятина». Я буду задавать Ирине вопросы, а она будет на них отвечать. Вопрос первый. Куда или кому нужно отдавать десятину? Нету микрофон, вы не включили, я ничего не слышу. Включите, пожалуйста, микрофон. Десятину мы переносим в Дом Божий, то есть туда, где мы получаем духовное знание, поддержку, наставление. И десятину нужно отдавать пастору. В описании написано «Принесите все десятины в Дом хранилища». Аминь. Так, хорошо, следующий вопрос. Следующий вопрос. Существует ли разница между десятиной и пожертвованием? Да, десятина – это десятая часть от всех доходов. А пожертвование – это сверх того, что ты хочешь пожертвовать на помощь кому-то, возможно, на решение какой-то проблемы. Это твоё волеизъявление и желание твоего сердца. Что приходит в жизнь человека, если он не отдаёт десятину Богу? И почему это приходит в жизнь человека? В Писании это названо «Приходят пожиратели», то есть приходят проклятия. Потому что не соблюдается повеление Божие. А если оно не соблюдается, то это значит, что человек ходит в непослушании. А непослушание хуже, чем колдовство. Поэтому вместе с этим переходит проклятие. Аминь. Так, 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 так. Что такое не отдавать десятину? Обкрадывать Бога написано. Наверное, совершенно верно. И души из заповедей, одну из заповедей не укради. Аминь. Так, теперь вопросы. Ну, пойдём по вопросам. Что такое десятина? Это десятая часть от любых доходов. Аминь. Скажите, вот, допустим, вам на день рождения подарили деньги. Вы будете с этим денег отдавать десятину или не будете? Конечно, буду. Хорошо. А вот у вас, допустим, какая-то есть подработка, да, там, ну, левая, скажем так. Вы будете с ними доводить? Любые доходы, это, я всегда отдаю десятую часть, потому что это повеление отца. Отец своим детям плохого не пожелает. Аминь. Аминь. Зачем Бог повелел отдавать десятину? Для чего? Ну, потому что была колена левина, которая не получила на тело, и поэтому действительно нужна была для того, чтобы обеспечить всем необходимым для жизни левитов. Потому что у них не было участка земли, которая была выделена каждому колену Израилу. Аминь. Приносил ли ли левиты Богу десятину? Да, приносили десятую часть от той десятины, которую получали. Тоже соблюдали зато, и они приносили десятую часть. И куда эта десятина шла? Ну, она шла на нужды храма. А священникам что-то кушать надо было? Да, да, да. Ну, это есть, может, и храмы, да. Для того, чтобы покормить священников, конечно, они же служили, причем бесперестанно. Хорошо. Почему десятину нельзя у себя удерживать? Потому что это, если, как бы, десятину нельзя удерживать, потому что это заклятое. Правильно. И это святыня, да? Ты близко знаешь, святыня. Святыня, да. Святыня принадлежит Богу. Правильно? Хорошо. Ну, это мы уже спрашивали, куда и кому нужно отдавать десятину. Что значит обкрадывать Бога? Это все же было. Так, есть ли разница между десятиной пожертвованиями? Вы ответили. Какое лжеучение есть в современных церквях, касаемо десятины? Есть, они говорят, что Новый Завет, ну, как бы, не нуждается в десятине и отрицает принадлежание десятину. А Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, раз Он вчера, сегодня и вовеки тот же, то то, что Он обозначил для нас в Ветхом Завете, актуально и для Нового Завета. Аминь, аминь. Я просто хочу добавить, все правильно, Ира, все ответила на все вопросы. Я просто хочу добавить, что еще Иисус предупреждал о том, что придут последние времена, и апостолы предупреждали, что придут уже учителя. И ведут в обольщение многих, обманут многих. И мы это сейчас видим. Этих проповедников, которые проповедуют не отдавать десятину в церквях, они как грибы после дождя, их увеличивается. И я больше чем уверена, что это люди обиженные, которые ушли из церкви, и у них зуб на пастора там по какой-то причине. И это чисто вот шкурные вот эти мирские, вот эта злость, обида, непрощение на пастора. Поэтому вот пусть идут работать, они проповедуют, пусть идет работать пастор. Так пастор, слушай, он с Богом пребывает, он тебе слово Бога передает. Какое работать? В общем, я хочу сказать, что надо четко отличать, надо смотреть на Божье Слово. А что делают вот такие проповедники? Они говорят, так уже не нужен Ветхий Завет. Понимаете? Они быстренько это все... Левитов нет, значит, не надо приносить. Храма нет, поэтому не надо приносить. Да, да. Вот, типа пусть идет на работу, там работает. Это неправильно. И неправильное отношение к священству. Я хочу сказать, что люди, которые наплевательски относятся к пасторам своим или бывшим, и критикуют их, и хулят их, и обижаются на них, они не понимают, что это они так к Богу относятся. Надо четко понимать, что такое священство. И если ты гонишь, как говорят в Мирском Лексиконе, на пастора, ты будешь за это отвечать. Ты на Бога гонишь. Ты не знаешь жизни пастора. Ты не знаешь... Бог поставил этого человека пастором. Бог его всем снабдил или снабжает, помогает, укрепляет, назидает, дает учения, дает книги, дает там, если надо, музыку. Все, что нужно, дает иногда не сразу и не все. Многие пастора проходят через такое горнило. Они просто не все рассказывают. Они такие испытания проходят. И Бог и сознательно это допускает, но Бог никогда не дает испытания сверх сил. Вот. И, в общем-то, это неправильное учение, что в Ветхом Завете нет десятин. Мы помним, как Иисус сидел в храме, да, там, где сокровищница, где люди ходили и там давали деньги. Возможно, это и десятина, кстати, была. И Он сказал, что пришла там старушка одна и последние две лепты дала. Это как две копеечки. И сказано, что это все пропитание ее было. Все. Это не десятина, не десятая часть, а сто процентов, что у нее было, она отдала. И Иисус ее приводил в пример. И Он говорит, вот многие из вас от избытка дают, ну, там, много денег. Раз, кинул там немножко, там, трошку, пятерку какую-то, да. А вот это, говорит, вдова. А там же не работали. Надо понимать, что женщины не работали, их мужья обеспечивали. И тут муж умер. Вот там другая была история, там синагога должна была, ну, заниматься сиротами и вдовами обеспечивать. И вот Он ее привел в пример, говорит, смотрите, вот как нужно не от избытка бросать, а то, что, ну, требует Господь, да, вот Малахий, там хорошо написано, принесите все десятины в домохранилище моего, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня. Да, а перед этим Он сказал, проклятие, вы прокляты. И Он говорит, за что? Потому что вы, весь народ, обкрадываете Меня. Они говорят, чем мы тебя обкрадываем? Десятины и приношения. И дальше Он говорит, принесите все десятины в домохранилище моего, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте Меня. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка. И дальше Он говорит, я запрещу, там, пожирающим у вас плоды земные, и еще что-то там, в общем, не коснется вас, да. То есть Бог говорит, что если вы будете Мне верны и будете давать десятину, а десятина не в Малахии первый раз говорилось, а она вообще там второй первый раз, что надо десятую часть. Если у тебя десять козочек, то одна козочка принадлежит Господу. Ну и так далее. Не обязательно козочка, там, коров десять у тебя, да, и так далее. То есть вот это десятая часть. Тогда может и денег не было, и поэтому Бог натуральными вещами, как бы, говорил, что то, что вы выращиваете, вот так вот. Вот. И в Малахии уже, как бы, это заключение, это вообще предновозаветный, это последний ветхозаветный пророк перед Новым Заветом, и как бы он заключает весь Ветхий Завет. И плюс вот эта история с десятиной уже вот так там раскрыта очень. И смотрите, что Бог говорит. Бог клянется. Он говорит, если ты Мне будешь честно давать десятину, я небеса открою для тебя и залью столько благословений, что ты там, уже мешков у тебя для золота не хватит, куда собирать. Давайте вспомним Исаак. И сел Исаак в земле той и получил урожай сто крат. Сто крат. То есть если он должен был собрать тонну пшеницы, он собрал сто тонн пшеницы. Представляете? Почему? Ну, я вам объясняю. Это вообще очень интересная история. Дело в том, что о десятине Бог рассказал еще Адаму. И про десятину знал Адам. Адам передал это своим детям. И это и Каин знал, и Сиф это знал про десятину. Это пошло дальше, дальше. Но это пошло дальше, и в конце концов уже Авраам, когда появился, то он тоже своим детям рассказал про десятину. И вы знаете, что он десятину Мельхиседеку вынес, да? Отдал, точнее. Мельхиседек вынес хлеб и вино. Они там хлебопреломление сделали. Возможно, завет заключили друг с другом. Хотя они не знали до этого друг друга, да? Царь Салима. Это был царь Иерусалима. И первосвященник он был в Израиле вообще-то в то время. И Авраам ему отдал десятую часть. То есть это уже было известно. Это уже делалось. И потом Авраам, конечно, Исаака научил. Исаак, конечно же, отдавал десятину. Получил в сто крат. А посмотрите, как Иакова Бог благословлял, несмотря ни на что. Как ему тяжело было там, где он жил, у этого Лавана. Как его мудрость какую давал, чтобы там больше у него родилось этих пятнистых или таких, или таких. Помните? Сверхъестественные вещи. И он уже вышел оттуда. Он до этого рабом жил. А вышел он из этого, я не помню, какие земли у Лавана, когда он жил. С таким добром, что он тысячи своих животных подарил брату. Он просто боялся, что выйдет Иаков. Он с четырьмя сотнями вооруженных до зубов ехал людей. И, наверное, они изначально убить хотели этого Иакова. Он ему раздавил тысячи, тысячи, тех, 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 верблюдов, ослов, барашков, всех. Понимаете? И что-то Бог сделал сердцем этого брата его, Исава. Вот. Он тоже, он когда бежал от брата своего, да, и ему приснилась лестница, он что сказал? Что, Господь, если ты меня защитишь от зла, то я тебе построю на этом месте храм, еще и десятину буду всегда отдавать. Вот так. Они знали. Они этот принцип знали. И вообще, если вы обратите внимание, вот евреи, да, они, они почему-то богатые люди. Они тоже знают этот принцип. Они еще оттуда знают этот принцип. Другое дело, они не кричат на каждом углу, что они кому-то что-то дали. Они просто молча делают. Хотя многие там не любят евреи, все. У них с этим все нормально. Вот. Ну, хорошо. Я была рада, что мы на эту тему поговорили. Я считаю, на самом деле, что это очень важная тема. Я по своей жизни вижу, просто вижу, какие чудеса Бог делает. В общем, у меня такая была история. Я буквально в среду. Мне что-то Бог побуждал. Я не знаю, почему. Так, ну, хорошо, я уже как свидетельство это расскажу. В общем, Бог побуждал послать девочкам книги, еще одну порцию книг. Там 12 книг, и они не очень дешевые. И я большую, ну, фактически всю свою пенсию послала. Практически всю. Ну, купила мне книги, все, вот даже на сегодня их послать, наверное. И я молилась, и я говорила, Господи, я не знаю, как я доживу до следующей пенсии. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Вот ты мой обеспечитель, я на тебя уплываю. Вот, ну, просто вот уплываю, и все. И вчера Таня присылает мне десятину от всех вот девочек, от Лены, от Насти, от себя, ту же сумму. Фантастика, 60 долларов. Ну, я там 61 доллар заплатила, какая разница, это в принципе то же самое. Ну, один там доллар это не считается. Вы представляете? Я просто, я свидетельствую, что Бог чудесный Бог. Бог чудесный Бог. Вот, это все, что я могу сказать. И если у тебя все нормально с десятиной, то он так будет благословлять. Слава Богу. Все слава ему. Ну, хорошо, мы заканчиваем этот экзамен маленький такой, вот небольшой у нас получился. Спасибо всем, кто будет смотреть. Мы вас всех благословляем. Аминь.